Здравствуйте, я Красный Доктор, город Ленинград, и хочу рассказать вам о типичной ситуации, которая сложилась в нашем городе с питерским метростроем. Она настолько типична, что характерна, в принципе, для всего постсоветского пространства. Итак, вкратце, в декабре месяце группа метростройцев в количестве 24 человек не вышли на поверхность в связи с тем, что им не платили зарплату. Инициативная группа товарищей из рабочей партии России, я был в этой группе, выехали на место, чтобы разобраться в ситуации, ну и, может быть, каким-то образом помочь, посоветовать. Итак, что выяснилось? Оказывается, с сентября месяца метростроевцам не платили зарплату, в принципе, всей организации, то есть, двум тысячам человек. За баштовку. А будем сидеть, вот вы знаете, пока не дадут. Итак, был питерский метрострой, единая организация, которая сам по себе был впереди планеты всей и давал рекордные сроки. То есть, они открывали там по 5-6 станций в год, работая в очень сложных условиях на большой глубине, ну и тому подобных трудностей. Но пришло перестроечное время, и это метрострой возглавил некто Александр Вадим Николаевич, бывший партсекретарь метростроя, который в определенный момент положил партбилет в сторону и предал идеалы рабочего класса, идеалы коммуниста. Ну и с группой своих подельников, они раздробили метрострой на кучу мелких СМУ. В принципе, каждый СМУ не может выполнять никаких-то глобальных задач, только потому, что разговор идет не от конкуренции, там просто раздробили единый производственный цикл. И то, что работало как отлаженный механизм, еще раз повторюсь, сделали по 5 станций в год, сейчас производительность упала до меньше одной станции в год. Когда же была такая производительность в питерском метрополитене? Как раз после Великой Отечественной войны. У людей, получается, да, людей по 50-60 тысяч, это на заработки, извините, проходчика. Это не очень большие заработки при нашем отбойный молоток. Все осталось в 80-70-е годы, вы поймите одно, то же оборудование осталось, та же самая лопатка, тот же отбойный молоток, та же самая грязь и работа, как говорится, адская. Получается, рабочие работают на оборудовании 70-х годов. Что такое оборудование 70-х годов? Вспомните, это копейки на улице, это какие-то ламповые телевизоры, ламповые телевизоры. И вот эти рабочие работают именно тем оборудованием. Ну и поэтому, к чему мы пришли? Ясно, мы пришли к тому, что производительность стала меньше одной станции в год. Ну а что еще ожидать от тех предприятий, которые работают на устаревшем оборудовании с раздробленным производственным циклом? Давайте теперь поговорим непосредственно о владельце метростроя. Это Александр Вадим Николаевич, который был бывшим секретарем порткома метростроя. А теперь он почетный гражданин города Санкт-Петербурга. Миллиардер и почетный гражданин города Санкт-Петербурга. Что же делает этот Вадим Николаевич? Ну, Вадим Николаевич, естественно, передает правление в какой-то момент своему сыну. То есть еще одному, ну самому эффективному менеджеру, то есть своему сыну Николаю Вадимовичу. Это наше достижение. То, что мы, так сказать, то, что там было, так сказать, возбуждилось налоговое, так сказать, мы, так сказать, договорились совместно, так сказать. Ведут очень, так сказать, эффективную деятельность и становятся, естественно, миллиардерами. То есть отец и сын, в принципе, являются миллиардерами. За счет чего же они являются миллиардерами? Ну, например, за счет того, что усиливает эксплуатацию рабочих. Ну, как вы думаете, что должен делать почетный гражданин города для города Санкт-Петербурга? Возглавляя такую компанию, которая подразумевает под собой сотни высокотехнологичных рабочих мест. Ну, естественно, обеспечивает город, именно жителей города, этими рабочими местами. И в метрострое работают, естественно, в основном жители города Санкт-Петербурга. Ну, конечно же, нет. Эта компания в основном нанимает людей из других регионов и даже больше скажу, из других стран. И давайте называть вещи своими именами. Итак, это очень удобно. Почему удобно? Ну, очень просто. Берем Киргиза, жителя, гражданина Киргизии. И делаем вот таким образом документы, что он просто не может перейти в другое место. Вот он прикреплен конкретно к своему этому СМУ и конкретно к своему рабочему месту. То есть, получается, из наемного рабочего сделали крепостного. Теперь дальше смотрите. А мы берем ему и еще не платим деньги. Ну, с сентября не платим деньги. И вот он уже из крепостного превратился в раба. То есть, почетный гражданин Санкт-Петербурга вместе со своим сыном из наемных рабочих, что, в принципе, правильно в нашем капиталистическом государстве, делает рабов. И остается при этом почетным гражданином. То есть, жители Санкт-Петербурга практически не могут устроиться на это предприятие, потому что у них куча типа претензий, и они могут там как-то побороться за свои права. А так, с другого региона приехал, но не заплатили три месяца. Он психанул, уехал, денежки положили в карман. Вы думаете, это я придумываю? Нет, это все можно увидеть в роликах, которые выложены на фонде рабочей академии. Итак, мы делаем из рабочих рабов. Мы выводим деньги из амортизационных фондов. Тем самым мы полностью разваливаем предприятия и не можем выполнять ничего. Естественно, у города возникают претензии. Нифига себе, мы вас валиваем миллиарды. А выход какой? А выхода нет. Жители остаются без метро. Тут же какие-то СМИ подсуетились, уже такая кампания идет. Не нужно городу Ленинграду метро. Но не столько уже ездит, вот они вот так вот считают. Не столько ездят на метро, надо перебираться на наземный транспорт. Ну, что за бред? Это бред в интересах вот этих лиц, которые не хотят просто работать и развивать свою отрасль. И при этом они начинают, вот этот вот Николай Вадимович, ездить по ушам своим рабочим. То есть, каким образом рабочие еще, мало того, что они не получают зарплату, и из этого вытекает, что они еще являются спонсорами вот этих двух миллиардеров. Ну, и плюс вот этих начальников различных СМУ, так называемых субподрядчиков. Каким образом они авансируют именно свое начальство? Да, очень просто. Вот, допустим, Николай Вадимович не платит три месяца рабочим. Итого он должен уже им 400 миллионов. 400 миллионов. Соответственно, для того, чтобы заплатить зарплату, он должен пойти и взять эти 400 миллионов в кредит. Под, ну, сколько сейчас процентов? 15-20, ну, допустим, 15 процентов. И вот в год получается уже 60 миллионов. А тут не надо идти никуда и никаких брать. Надо просто выйти к рабочим раз в две недели и сказать такое. Вы знаете, так сказать, так сказать? Так сказать, вот мы стараемся, а вот там он город, там такое творит, и вот никак нам не закрывает. Мы бы закрыли, открыли бы, ну, а потом бы закрыли. Ну, надо войти в наше положение. И рабочие входят в это положение, тем самым просто спонсируя вот этих вот миллиардеров. Ну, нет у миллиардеров денег. Понимаете, вы рабочие заработали эти миллиарды им, но это их миллиарды, а не ваши копейки. То есть, вот у них есть миллиарды, но если в этих миллиардах ваши копейки, ну, очень большой вопрос. Ну, в данном случае получается, что нету. Но вы же это всё перевариваете. Я даже представляю, когда вот выходит этот Николай Вадимович такой, выходит, и вот с высоты своего роста такой, начинает вот это вот всю муть говорить такой. Я это, ну, вы должны войти вот в город, и там вот эти вот, так сказать, и вот это так сказать. И вон там так, ну, мы договорились, и мы как бы, потерпите вот, потерпите. И потом выходит, выходит в какую-нибудь комнату, заговорит, вау, вау, такие лохи вообще появились. Вот ещё один способ сэкономить на трудящихся в свою пользу – это заключать из года в год срочные трудовые договоры. Да, в нашем метрострое используются срочные трудовые договоры, которые перезаключаются с рабочими из года в год. И, соответственно, рабочий лишается всего того, что ему положено при бессрочных трудовых договорах. Понимаете, у нас работа в швахте приравнивается к сбору клубники. Когда приезжают на два месяца, с ними заключают вот эти срочные трудовые договоры. Ну, как бы понятно почему. А здесь-то почему? А здесь всё по тому же. Экономят на трудящихся. Хорошо, есть такой момент, что вы работаете по срочным договорам, и те, которые засветились, их вышвыривают с первого января? Это я не могу рассказать. То есть вы вообще не в курсе этой ситуации? То есть у вас срочно договор? Да, срочно. И то есть вы не знаете, это продлят вам или не продлят? Договор у меня стабильный. Стабильный? То есть вы уверены, что он с первого января продлят? Отлично. Возникает, естественно, вопрос, что же делать? Итак, фонд Рабочей Академии выпустил газету «За рабочее дело», где в первом же номере передавится именно о проблемах метростроя, и предложен план выхода из этой ситуации. Естественно, на первом месте стоит эта организация профсоюза. Только коллективные действия приведут к успеху. И это неоспоримо. Вы должны понимать, что ситуация развивалась ни день, ни два, ни месяц. Эта ситуация развивается годами, и ваше положение ухудшается, и дальше будет еще больше ухудшений, если вы не объединитесь в профсоюз. Дело, конечно, нелегкое. Надо понимать, что надо объединяться не в 15 профсоюзов, а в один большой профсоюз метростроя. Тогда у вас будет какой-то вес, и вы можете бороться адекватно за свои трудовые права. У нас в Санкт-Петербурге есть непосредственно Красный университет, где вы можете пройти обучение как очно, так и заочно. Но, в принципе, это может сделать каждый житель нашей страны и, в принципе, всего земного шара, потому что у нас учатся также люди из, например, Австралии. Также для вас лекции по тому, как вести борьбу за свои права, то есть о социально-трудовых конфликтах, записал профессор экономики и права Михаил Васильевич Попов. На фонде Рабочей Академии в Ютубе выложены эти 14 лекций. Посмотрите, будет интересно. Ну и не забываем про Российский комитет рабочих, который проходит весной и осенью. И в этом году весной он будет проходить 16 и 17 марта. Как попасть на Российский комитет рабочих? Да очень просто. Собираетесь, пишете заявление, что 5 таких-то рабочих направляют на Российский комитет рабочих, слесаря Иванова, и приезжая на комитет рабочих, соответственно, он имеет там право решающего голоса. То есть, вот именно на Российском комитете рабочих реализуется именно вот этот момент диктатуры пролетариата. Там с ним такие же рабочие поделятся опытом своих забастовок, своих коллективных действий по борьбе за свои трудовые права. Так что приглашаю всех на Российский комитет рабочих. Он будет проходить буквально уже сейчас. Спасибо за внимание. До скорых встреч.